Мы много говорим о перестройке в кино, а работать становится всё труднее. И потому, наверное, всё взволнованнее, тревожнее звучат голоса создателей фильмов. Не исключение в этом и кинорежиссёр Марлен Хуциев. Все мои картины сделаны в нормальные сроки. Эта же картина идёт мучительно. Может быть, я суеверный человек, потому что она называется «Бесконечность». Может, надо просто поменять название? Надо было поменять название. Мне говорят, что «Бесконечность», а там ещё и «Бес». Он крутит. Тоже, можно сказать, обо мне ходят странные легенды, что я, значит, медленно работаю. Которые, значит, я сам по себе придумал, назвал себя, так сказать, дедушкой советской провангацией, шутя. Это возникло на картине «Мне 20 лет», в которой, в общем, я не повинен был, потому что она так долго делалась. Но я действительно, у меня бывают большие перерывы. Работаю я недолго, так сказать. Никто не удосужился, просто проанализировал. У меня ощущение, что то ли вот в этот перестроечный период, когда это тоже как в капле воды отражается то, что происходит в стране, работать стало очень трудно. И мне просто сравнивают себя, молодого режиссёра периода Одессы. Режиссёр – это была, так сказать, фигура. Сейчас, ну да, да, конечно, это всё так, но могут не сделать, могут, так сказать, всё очень сложно. Вон, флаг закрутился. Учитесь видеть всё в кадре. Я не представляю, что вот если надо так, а можно сделать и не так. В этой картине, к сожалению, мне часто приходилось идти на это, и потом приходилось это переделать, потому что я, в общем, не мог, в конце концов, себе позволить этого. Я выполняю свою профессиональную честь. Было бы хуже, если бы я, так сказать, пошёл на любое, слепил бы и схалтурил бы. Я бы себя не уважал. Я сжал зубы, решил решить эту картину завести. Профессионализм, так сказать, группы должен заключаться в том, чтобы в мелочах они, так сказать, не ждали, что тебя обязательно об этом скажут. Чаще читать надо сценарий. Вот у меня, помню, была группа наших кинематографистов в Голливуде, и приехал, человек потрясённый. Сказал, он там реквизит обслуживает, человек, он не является сотрудником студии. У него огромный фургон, там всего только нет. И когда нам показывали этот фургон, то мы вдруг увидели бутылку, в которой мухи там ползали. И мы спросили, а этот-то зачем? Сказал, я читаю сценарий, а вдруг Джеку, ну, так сказать, непринуждённое отношение с режиссёром, значит, понадобится. У него там есть, я читаю сценарий, там написано, негра бьют, так сказать, плетьми, и вдруг он захочет снять рану крупно, а я ему могу предложить подлук силы. Вы понимаете, это отношение. Вот это отношение. Насколько бы нам было бы легче работать, если бы мы... Мы много сейчас решаем проблем, очень успешно, и мы их решим. Но проблема, так сказать, профессионализации, так сказать, всех слоёв наших работников мы не решаем. Горечи, даже некоторая растерянность услышалась нам в этой беседе. А ведь перед нами не дебютант. Хуцеев – крупный мастер, фильмы которого мы любим, и некоторые из которых хотим сейчас вам напомнить. Начать хотелось бы с первого вашего фильма и с времени, когда это снималось, когда это всё происходило. Первая картина «Весна на Заречной улице», да, Марлей Мартынович? Она имела тогда очень громкий такой резонанс и имела успех. Она очень пришлась зрителю и кинематографистам. Вот мне бы хотелось просто... У меня есть для себя понимание того, почему это произошло тогда. Вот что вы про это думаете? Почему так тогда произошло? Почему оно так было заметно? Ну, вы знаете, я думаю, что здесь во всём виноват голод. Скажем так, духовный, душевный голод. И зрительский, и наш в том числе. Мы тоже, несмотря на то, что, так сказать, видели так называемые лакировочные картины, ничего другого не было. И мало их было. Нам надоело, и мы хотели снимать другое. Была ещё одна, наверное, причина, почему эта картина, как нам кажется, стала, в общем, живой. Потому что мы жили в Лосинке, в общежитии, пусть мы не работали на заводе, но мы жили вот в гуще этих людей, понимаете, так сказать. Там всё было на глазах. Эти наши, так сказать, какие-то вечерние возвращения из института, так сказать, магазины, перронли. То есть, быт, я могу вам рассказать некоторые подробности. Это была замечательная история. Помню, мы сидим на лавочке, и вдруг из чайной вываливается, значит, человека в высокие ступеньки. Он идёт, встал, качается, а мимо него проходит девушка. Она так посырила, и ушла. И ушла. Он так качался, если ты заказал. Фу, ну, фу. Ты что думаешь, я на тебя смотрю? Это я от пивной отворачиваю. Это не анекдот. И вот такие, понимаете, куски мы просто наблюдали. И нам эти люди были крайне, так сказать, приятны. Это была одна из первых картин, в которых, рассказывая о рабочих людях, вы не касались планов, успехов, производства, неуспехов. Просто было. Сперва это всё было в сцедании. Но это дело выкорчёвывали. И потом была удача с Рыбниковым, который тогда был в замечательной форме, очень хороший артист. И традиционный. Потому что, значит, студия хотела видеть такого красавца, значит, такого, такого столевара мощного. И вдруг Рыбниковым. Вначале его даже не утвердили. Но потом мы даже настояли, повторно провели пробу. Живой человек с крепловатым голосом, с поразительной манерой. Вы почему домой не идёте, Савченко? Я жду этого, историка. Мне надо. Так он, наверное, и сейчас выйдет. Татьяна Сергеевна, я, пожалуй, не дождусь его. Я домой пойду. Так он же совсем в другую сторону. Савченко, не надо. Не надо. Алёшина? Ой, Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Добрый вечер. Вы почему занятия пропускаете? Ну, извини, Татьяна Сергеевна, задержалась на производстве. Срочный анализ. Запасными туфлями. Ты домой? Да. Ну, я тебе сейчас всё объясню. Саша, ты чё встаёшь? Станюш, ну почему ты такая строгая стала? Догоняй, Саша. Вот это есть Саша. А мне в другую сторону. Симпатичный. Привет учёным. Здоров. Совсем в занятия ударился. Даже похудел. Ох, жалко мне тебя, Сашок. Это почему же ты? Ну, скажи, ты учишься, а провожают другие. Ой, видал, сразу дух подхватил. А ты? Прошу познакомиться с моей невестой. Лидочка и Рая. Да. Ну да, я и говорю, рекомендую. Как-нибудь в другой раз. Ладно, девочки. Марлен Мартынович, вот это была так называемая оттепель. Как вы её воспринимали? Как воспринимало ваше поколение происходящее? Я не могу сказать, что я совершенно был неразумным существом и многое уже понимал. Ну, как можно было не понимать, когда, значит, откроешь газету, и великий Сталин или Сталин просто вот так вот как оспой по всему страницам, жирным шрифтом набранным. Понимаешь, эта картина, вот как раз застава, она родилась из попытки понять это всё. Застава Ильича. Застава Ильича. Из попытки понять. Ты вот не понимаешь, мне хотелось, чтобы жизнь внешне была как бы обычной. То есть так вот, как живёт человек, но от повседневности, ежедневности, кучей, тебе называют какое-то неудовлетворение. Без конструированного конфликта, чтобы постепенно оттуда начинали вырастать.